Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Алексей Бородин. Я автор и руководитель проекта estate4invest.com. Я заработал на свою первую квартиру уже 17 лет, поэтому имею большой опыт работы с недвижимостью. Я хочу рассказать вам о том, как заработать 144 тысячи рублей за месяц на чужой недвижимости. Кто-то из вас скажет, что это невозможно и даже не досмотрит это видео до конца. Туда вам и дорога. Делайте дальше репост очередной умной цитаты, сидя при этом на стуле перед компьютером. Это видео для тех, кто хочет достигнуть результата и готов для этого поработать, но пока еще не понимая, с чего начать, что для этого сделать. Каждый из нас мечтает о хорошей жизни. Пить только старое вино, сыр есть только с плесенью, а на машине ездить только без крыши. У вас есть для этого все необходимые способности. Если вы смотрите это видео, то вы уже на правильном пути, чтобы окружающие говорили про вас «О, это самый успешный человек из тех, кого я знаю». Я не волшебник и не исполняю желания. Я не доктор и у меня нет пилюли для богатства. Но я сам добился хорошего результата. И на протяжении следующих трех минут расскажу, с чего нужно начать вам. Заработайте на субаренде чужой недвижимости. Вот вам пошаговая инструкция. Едите в район новостроек, ищите коммерческое помещение, ну или на худой конец квартиру с надписью «РЕНД» или «Сдается». Звоните, узнаете цену и основные условия. Повторяйте 10 раз с различными помещениями. Выбирайте лучшие условия, договариваетесь и заключаете договор. Вешаете свой телефон на окно, подаете рекламу, ищете субарендаторов и сдаете дороже, чем сняли сами. По моему опыту, на все это у вас уйдет около 2-3 недель. При средней цене аренды коммерческого помещения 1000 рублей, среднему метражу помещения 60 метров и оформлении договора аренды на 12 месяцев, вы сможете заработать 144 тысячи рублей за 2 недели работы. Вот еще одна возможность заработать для вас на чужой недвижимости. Продайте ее. Прямо сейчас кто-то из ваших знакомых покупает или продает недвижимость. Помогите им это сделать. Задайте им этот вопрос. Если никого не найдете, то снова работает схема номер 1. Ищите варианты в новостройках. Не распыляйтесь. Возьмите только один вариант и занимайтесь только им. Рекламируйте, предлагайте, рассказывайте. Ищите покупателей всеми способами. Вы точно его найдете. Спросите, а как я проведу сделку, если я не агент? Обращайтесь в юридическую компанию, которая за мизерную плату по сравнению с вашей комиссией сделает для вас юридическое сопровождение. И последний пункт. Получайте комиссию. Математика тут очень проста. На проведение сделки вам потребуется около месяца. При средней цене однушки в Санкт-Петербурге в 3 миллиона и средней комиссии за продажу 5%. За вычетом всех расходов вы сможете заработать 130 тысяч рублей. И это, как вы понимаете, далеко не предел. Вот еще одна возможность для вас заработать хорошие деньги. Возьмите в аренду на долгосрочный срок и сдавайте на короткий срок. Найдите собственников, которые сдают квартиру. Предложите им арендную плату чуть выше, чем они просят на данный момент. Но обязательно скажите им о том, что вы будете сдавать эту квартиру посуточно. Подписывайте договор, снимаете эту квартиру, даете рекламу и посуточную на посуточную аренду. И начинаете ее сдавать. Если не получится у самих, то отдаете эту квартиру за комиссию агентствам, которые на этом специализируются, и будут искать для вас арендаторов. На поиск квартиры и подписание договора у вас уйдет около двух недель. Средняя цена аренды однушки 20 тысяч рублей, а посуточная стоимость ее аренды 2,5 тысячи рублей. Таким образом, за 30 дней прибыль ваша составит 43 750 рублей, и это уже с учетом комиссии управляющей компании. Теперь вы знаете как минимум три способа о том, как можно заработать хорошие деньги за один месяц на чужой недвижимости. И поверьте, это не предел. Начните это делать уже сейчас, потому что завтра меном может быть каждый, а вот инвестировать и богатеть далеко не все. Но мы поможем вам. Узнаете еще больше о том, как зарабатывать на недвижимости в нашем специальном курсе. До встречи! С вами был Алексей Бородин.